Смотрите сегодня в выпуске. В Уфе с подозрением на коронавирус из Китая госпитализированы два человека. Почему, несмотря на новый закон, в столице Башкирии не закрылись контактные зоопарки? В октябре 2019 года в селе Иглино начались проблемы с электричеством. Во многих домах более 12 часов не было света. Защитить права людей вызвалась депутат сельсовета Юлия Фишер. Заявлением от жильцов она отправилась в управляющую компанию. Там ее ожидал теплый прием. У меня проблемы со зрением. Лиц я особо не разобрала. Мужчины, женщины там были. Я говорю, здравствуйте. Когда электриков отправите? Я говорю, сколько можно ждать-то? На мой адекватный вопрос, когда решится эта проблема, когда отправят электрика, вместо этого начали хамить, посылать далеко и надолго, что я не должна здесь приходить, указывать им, как они должны работать. Вообще интересоваться, я так поняла, тоже не имею права даже и требовать от них выполнения работы, как от муниципальных служащих. Хамил, по словам Юлии, заместитель директора Иглино жил в сервис Андрей Дмитриев. Столкнувшись с непониманием, депутат отправилась к главе сельсовета. Администрация находится в том же здании, что и управляющая компания. Не успев встретиться с главой, девушка снова увидела заместителя директора, который продолжил ее оскорблять. В этот момент, когда он начал кричать, в этот момент, получается, из одного из кабинетов вышла Регина Айратовна, глава. И она начала спрашивать, что случилось, что за крик, что за шум. Начала высказывать, говорит, что надо успокоиться, что все нормально. И тут он начал на меня кричать. Тебе надо вообще уйти отсюда, а если ты не уйдешь, тебе надо будет тогда вообще скрываться, потому что, говорит, мы тебя в темном месте где-нибудь отловим, и вообще нигде ничего-то вообще не говорить, уже не писать, ничего не жаловаться не будешь. Я сказала, говорю, я такой, так не оставлю, здесь куча свидетелей, я сейчас вызову полицию. Я говорю, буду писать заявление на оскорбление и угрозы жизни. По словам девушки, Дмитриева это не остановило. Он догнал ее на выходе из здания сельсовета и продолжил нападки. Продолжил свои угрозы, ее над смехательством, ну типа, что ты там, позвонишь, да, ну давай, звони. Я говорю, я позвоню. И он взял меня и в грудь толкнул. Давай, говорит, а дальше что ты будешь делать? Говорит, что, не боишься ничего? И я увидела, что в этот момент подошла Регина Айратовна. То есть фактически, я не знаю, видела она, как он меня толкнул или нет. Она вот, она находилась в этот момент сзади меня. Единственное, что она сказала, говорит, ну, Дмитриев, давайте покиньте, говорит, помещение, не видите себя так. Все, а я осталась в этом тамбуре и я позвонила в полицию. Полиция не приехала и Юля сама отправилась в дежурную часть. Через полчаса туда приехал участковый, директор Иглино жил сервис со своим заместителем. Они обвинили депутата в избиении их сотрудника. По словам девушки, ей отказали в возбуждении уголовного дела. А в отношении самой Юлии его как раз завели. По статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ну а Андрея Дмитриева своя версия произошедшего. Это скандалистка. Она пярщится. Непонятно, какими силами она движется. Фактической помощи, какого-либо от нее вообще население, села никогда не видела. Ни одного действенного дела. Только скандал и провокация. А вот конкретно касаемо отключения Света, она прекрасно знала, что нету абсолютно нашей никакой вины, так как на ее глазах работали представители сетевой компании. То есть это отключение было до дома. Всем было известно, в чем причина. То есть точно не ЖКХ. ЖКХ-то внутридомовое вот это проводка, обслуживание. Есть у нас замыкание внутри дома. Да, мы приезжаем, конечно же, исправляем. Она прибежала просто очередной раз по скандали. Только в этот раз уже она, видите ли, стала депутатом. Сейчас она может прикрыться там своим депутатским мандатом и так далее, что громкими словами, что я от народа. По словам Андрея, девушка начала свой визит в управляющую компанию со скандала. И это произошло не в первый раз. В этот момент вот именно стоял, знаете, вот человек, который раньше всем вот, ну, творил, что я вам скажу, да, а сейчас у нее еще и депутатские мандаты. Сейчас она может еще считать она так, что она врываться, орать, оскорблять, так, как она депутат. Я к ней подошел и сказал, Юленька, если раньше вы позорили своим действием только себя и заслужили полное неуважение со стороны всех, то сейчас вы просто клеймо, короче, уже на всем депутатском составе являетесь воплощением позора. И она мне после этого влепила такого, ну, хорошего тумака. После того, как депутат ушла к главе сельсовета, Андрей пошел за ней, чтобы тоже высказать свою точку зрения и объяснить ситуацию. Она разоралась так, и она мне влепила уже нормально кулаком в висок, и мне реально плохо стало. А у меня голова больная. И, соответственно, я ее не толкнул, не ударил, не отматерил. Я ей просто сказал, ну, все, Юленька, в этом случае я точно напишу заявление. Потому что любая другая девчонка я бы не писал. Такие люди не должны быть во власти. Она неадекватна, вы понимаете? Встретились стороны уже в кабинете участкового. У девушки врачи выявили ушиб грудной клетки. На момент произошедшего Юлия была беременна. Андрей также зафиксировал побои. И заявление ей, у нее приняли заявление в отношении меня, но перевели в гражданский порядок. И сейчас суд будет в частном порядке. Куда ее приглашают, но она не идет. Она говорит, как я пойду туда-сюда, и она тянет время. Мне звонили из полиции и сказали, что она затягивает время. Она специально туда не идет. Потому что она боится, что уже решение суда будет. Она уже не имеет права по-другому говорить. Это уже будут клевета. И сейчас она затягивает процесс. Я сейчас когда даю стол, а ее принудительно приводит туда. По своему заявлению Юля подоложала бы прокурора Иглинского района и в МВД. Также девушка обратила Следственный комитет и Генпрокуратуру России. Скоро ее ожидает суд. Андрей же намерен заявить в полицию за клевету в его адрес. Установить, на чьей же стороне правда предстоит правоохранительным органам. Телеканал ЮТВ следит за развитием событий. Глеб Безбородов, Эльдар Каюмов и Анастасия Никишина. Городской телеканал ЮТВ. В Ленинском районном суде Уфы продолжаются слушания по делу Нигмановых. Семья врачей купила полуразрушенный дом и снесла его. Однако потом выяснилось, они демонтировали памятник культуры. Нигмановы не могли и представить, что покупка дома принесет столько проблем. Мы проверяли документы, запросили справку из глав архитектуры, что это не является памятником и что его можно снести. На что мы получили соответствующие ответы. Убедившись в том, что дом юридически чистый, никаких обременений права в рекпалате не было зарегистрировано, мы его приобрели с целью последующего сноса и освобождения земельного участка для постройки нового дома. В марте прошлого года Финат Нигманов обратился в администрацию города за разрешением на реконструкцию дома, но ее провести не дали. Тогда новый владелец дома предупредил глав архитектуры, что будет сносить дом. Ему ответили, что информация принята к сведению. Демонтаж пытались остановить общественники и чиновники, а через несколько месяцев суд постановил взыскать Снегманова 25 миллионов рублей. Однако уже на следующем заседании суда это решение было отменено, а на дело обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На очередном заседании суда сторона защиты подала ходатайство о вызове свидетеля. Им оказался предыдущий собственник дома Эльвира Кашапова. Памятник культуры ее семье достался много лет назад. Его предоставили от места работы. Потом недвижимость Кашапова оформили в собственность через Ленинский районный суд. Адвокат Нигманову хочет узнать, упоминалось ли в сделке управление по охране культурного наследия. Если они не были привлечены, соответственно, это будет означать, что Кашапова Эльвира Ураловна, предыдущий продавец этого жилого спорного дома, она тоже не была уведомлена о том, что есть охранное обязательство. Она не знала об этом, и, соответственно, этот дом переходил из рук в руки, как простой объект. Также защита Нигмановых планирует приобщить к делу технический паспорт дома. Следующее заседание суда пройдет 31 января. Андрей Шарыгин, Егор Полторыхин, городской телеканал ЮТВ. Кальян с живыми черепахами за 8 тысяч рублей. Новость из Брянска быстро разлетелась по всему интернету и всколыхнуло сообщество зоозащитников. В то время как в России принимаются законы о защите животных, становится еще более очевидно, как их не соблюдают. Закон об ответственном обращении с животными был с трудом, но принят в 2018. Он предусматривает и запрет контактных зоопарков, который начал действовать с 1 января этого года. Однако работать в Уфе они не перестали. Ведь обойти его оказалось просто. Например, сменить название и убрать слово «контактный». Так все и сделали, но кое-где еще забыли. Да, мы работаем, только мы не контактный зоопарк, мы просто зоопарк. Просто у вас на сайте написано «контактный зоопарк». Но, видимо, еще не успели поменять. Уже неконтактные зоопарки могут продолжать работать и по той простой причине, что 30 декабря 2019 года вышло приложение к закону, где есть перечень животных, которые все-таки могут быть допущены до физического контакта с посетителями зоопарков. Мы посещали один из контактных зоопарков по причине того, что были жалобы от тех, кто живет рядом, что там недостойно содержатся животные. И очень себя чувствовал уверенно хозяин. Хотя это было буквально за пару месяцев до того, как вообще полный запрет должен был быть. То есть они все понимали, что они переобуются, что они поменяют вывеску и будут также на животных наживаться. Мы пытались объяснить, что это не тот вид, скажем так, воздействия на детей, который бы привел к гуманности. Хотелось бы, конечно, чтобы вообще вот этот вид деятельности был полностью запрещен и не было бы возможности у них уйти от этого запрета. А пока там столько коллизий, что они продолжают свое существование и, в принципе, безбедно. Также в новом законе есть строчка «Обеспечить укрытие, чтобы животное смогло уйти». Но как должно выглядеть это укрытие? Насколько должно быть комфортным? Вот, например, в Уфимской енотной живут пять енотов. У них есть отдельная комната для игр и отдельная комната с вольерами. Здесь люди могут общаться с животными, но действуют строгие правила. Первое наше правило – это то, что весь контакт с человеком инициируется енотом. Енотов нельзя поднимать, их нельзя прижимать, их нельзя удерживать. Енот, если захочет, он всегда хочет. Он залезет на коленки, сам у вас посидит, там потрогает за волосы какие-то застежки, цепочки и так далее. Строгие у нас правила по ограничению по возрасту. Почему? Маленьким детям свойственно писки, визги, оры. Это нормально для детей, но это ненормально для животных. Поэтому мы пускаем только с более осознанного возраста, когда ребенок уже понимает, что нужно себя тихо вести, контролирует себя, не хватает животных, не тянет, не дергает за хвост, не щипает и так далее. Ограничение по количеству человек. Максимум четыре человека может одновременно находиться с енотами. То есть больших толп здесь никогда не было и не будет. Одна из главных целей заведения – бороться с очень модной в последнее время тенденцией – заводить экзотических животных дома. Хотя это, стоит отметить, вообще-то тоже запрещается тем самым законом об ответственном обращении. Но людей не останавливает. Здесь вам расскажут, почему этого все-таки не стоит делать и чем это может закончиться. Как, например, в случае с новоиспеченным жителем енотной Локи. Сюда он попал из одной эфимской семьи, где енот стал подарком. Только вот семья к такому подарку совсем не была готова. Локи выпал из окна восьмого этажа. Пока побаивает себя чужих людей, ему нужно очень много времени, чтобы привыкнуть. То есть к нам вот он привык, он нам руки облизывает, то есть вот, ну, дает себя везде потрогать. Вот, то, что сейчас происходит, это называется еноту страшно, но очень интересно. Именно это их губит в природе. Животному сделали две операции. Когда енот восстановится, его познакомят с остальной семьей полускунов. Но такие условия, как здесь, скорее исключение. И если енот хотя бы может защитить себя, то вот излюбленные жители контактных зоопарков – хомячки, зайчики, морские свинки в детских объятиях, к сожалению, могут пострадать. Были с ребенком. И как вам? Понравилось? Ну, детям понравилось. А вам? Ну, мне как, обычненько. А вот у меня кошка дома есть, я даже дочки не разрешаю трогать маленькой. Потому что жалко. Ну, моим детям понравилось, мне тоже очень понравилось. Потому что там некоторых животных можно было трогать. Даже клетку к сове нас запустили, и очень аккуратно можно было посмотреть на нее, потрогать. Мы даже потом советовали всем своим друзьям. Я очень много читала про то, что они, в принципе, испытывают стресс, когда к ним там подходят, пытаются погладить, а всем кажется это забавным. Наверное, это плохо. Вы бы не пошли в контакт? Мы ходили туда с внуками. То, что я видела, это было красиво. Но ту сторону, ту сторону уже этой жизни, я просто не знаю. А то, на что мы смотрели, это было просто замечательно. Действительно, люди не видят другую сторону. Ее видят сотрудники. Мы встретились с одной из них. Девушка работала в Уфимском контактном зоопарке. По определенным причинам она попросила скрыть ее личность. Скажем, решила уйти из-за того, что там совсем не так все, как я думала. Когда туда приходишь, кажется, что там все так по-райски, то, что зверушки. Предприниматели, которые держат зоопарки, они, как и все, стараются экономить абсолютно на всем. Это касается овец, свиней и подобных животных, которые у нас в сельской местности обитают. Когда животные вырастают, директорам невыгодно расширять вольер, как-то кормить животные уже. Какой вариант тогда остается? Отдать их куда-то, опять же, в деревню, в какую-то сельскую местность. Там их учатся тоже уже известно. Получается, сначала с ними играют детки, а потом их отдают на мясо, корм. Двери, они привыкают к человеку, они абсолютно привыкшие, все ручные. Как бы кто бы что ни считал, что животные глупые, это для них уже предательство. Если, например, сов взять, то у них нет возможности летать. Соответственно, если человека связать, посадить на стул, продержать его года 3-4, или у человека тоже ноги и руки атрофируются, у птиц, естественно, атрофируются крылья. Бывают ситуации, что птицам просто обрезают маховые крылья, чтобы они не улетали из зоопарка. Естественно, если птица вылетит в торговый центр, ее придется ловить, это будет всем беготняет, никому не нужно. Девушка также рассказала, что случалось и такое, что люди пытались приютить в контактном зоопарке своих грузунов, которых по итогу скармливали другим зверям. Только вот живой корм должен иметь ветеринарные справки, на отсутствие которых владельцы в таких случаях закрывали глаза. В хорошие дни, кстати, зоопарк посещали около 200 человек. Такие животные, как лисица, например, могут трогать постоянно. Естественно, ему это не нравится, и в естественных условиях животное должно проявить агрессивность. Оно, естественно, этого не делает, вовсе не от того, что ему это нравится. Просто получается, что животное, возможно, приняло успокоительное. Я видела животных, которые они просто уже засыпают, у них глаза полооткрыты, они просто уже не сопротивляются. После принятия закона деятельность контактных или уже неконтактных зоопарков начала проверять прокуратура. Рейды проводятся совместно с сотрудниками Россельхознадзора, которые контролируют наличие ветеринарных паспортов и смотрят на общее состояние животных. Предварительно можно сказать, что это может быть обусловлено тем, что федеральный закон вступил в силу буквально три недели назад. И, соответственно, владельцы и организаторы таких зоопарков еще не сориентировались. И эти требования, которые установлены действующим законодательством, они еще не исполняются в полной мере. В первую очередь это касается наличия укрытия. Выявлялись факты, когда банально вольер не соответствует требованиям. То есть его надо либо увеличить, либо количество животных уменьшить. В случае, если предприятие игнорирует требования прокурора, ответственность предусмотрена в виде дисквалификации руководителя, либо есть ответственность на юридическое лицо вплоть до закрытия. Правоохранительные органы и сами отмечают, закон требует доработки. Ведь в нем есть противоречия. И, скорее всего, он будет видоизменяться. По факту особо ничего не изменилось. Как были контактные зоопарки, расположенные в торговых центрах. Но люди прекрасно понимают, происходит эвакуация торгового центра, и выходят люди, животных оставляют. Никто не будет выносить из животных оттуда. И как бы это острый был вопрос. Все о нем говорили. Но в итоге в законе этого нет. Я надеюсь, что законодатель своевременно проработает эти вопросы. По итогам, надеюсь, что короткого времени, либо по истечении этого года, и будут внесены соответствующие изменения. В том числе, надеюсь, что в ближайшее время появится норма об ответственности. На сегодняшний день ответственность за нарушение этих требований, она еще не установлена. Это же теперь не контактный зоопарк. Вроде бы прошел все необходимые лицензирования. Что вам еще нужно? Нам нужно полный запрет эксплуатации животных, потому что они тоже достойны того, чтобы жить в своей сфере обитания и не быть рабами в руках таких псевдобизнесменов. Наша позиция такая. Контактные зоопарки имеют место быть. Тут смотря, с какой стороны смотреть. Например, я знаю, что они покупают пушных зверей, таких как песцы, лисы. Они их покупают с ферм, где их разводят на мех. И тут встает вопрос, какая судьба лучше? То ли быть живым, но в тесных условиях, то ли быть мертвым на чьей-то шубе. Тут все очень сложно. И жалко, что животных нельзя спросить. И спросить, что же им лучше. Анастасия Ходик, Эльдар Каюмов и Андрей Шуняев. Городской телеканал ЮТВ. Из Китая в Уфу вернулись первые пассажиры с подозрением на коронавирус. Об этом рассказал и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Башкирии. После госпитализации и всех необходимых анализов наличие вируса в организме прилетевших не подтвердилось. Проведен полный комплекс противоклинических предприятий по ходу исследования этих пассажиров. И отобран клинический материал, который исследован лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии. И также научным центром «Вектор» города Новосибирска. И результаты лабораторных исследований отрицательные. Новый коронавирус 2019 не выявлен. Роспотребнадзор не рекомендует российским туристам в Китае посещать рынки и массовые мероприятия, контактировать с животными и есть только термически обработанную пищу. Напомним, что в связи с вспышкой нового коронавируса из Уфы отменены все рейсы в Поднебесную. Запрет продлится до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. В Уфе прошел рейд по выявлению тонировки. ГИБДД напоминает, что нарушителям грозит штраф 500 рублей. Если водитель, которому ранее было выдано требование о снятии тонировки, проигнорирует его, то он будет привлечен по статье неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции. По решению сута это влечет за собой наложение штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток. ГИБДД Уфы напоминает, что в соответствии с действующим законодательством ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые стекла не менее 70%. Нарушения этих правил могут спровоцировать дорожные аварии, искажать изображения и цвета. Также тонированное стекло может притуплять остроту зрения водителя и повлиять на скорость реакции при возникновении аварийной ситуации. КОНЕЦ